Сначала мы обороняли Москву, был западный фронт. Обороняли Москву. После обороны Москвы, в арене обороны, я ранился. Ранил, тяжело ранил, и я оказался в Умске. В Умске я пролежал 4 месяца, и я тяжело был ранен. Далью и на улицу. Ну, а потом я опять вернулся, нет, я же окончил училище военное, давайте. Ну, с верным. Вот. Куда нельзя, куда нельзя. Так что вы не понимаете? В августе, нет, в этом, в июле месяце, в начале июля, мы стали называть экстренно, уже через 2 месяца. И нам присвоили звание, мы ждали, что так продается, мы ждали, все, все ждали, и нам присвоили звание, звание, и даже с командиром поговорили. Вот я, вот я попал в Москву в должность командира. Было у меня живот, живот очень хороший был. Вот, ну, правда, он был интенсиональный, значит, и там были и узбеки, и там были среди азиаты, там, вот. Ну, хорошие ребята. У них, у них свой, свой класс. Вот. Как, вот, допустим, раненый человек, и сейчас наклоняется, и, несмотря на то, что бой идет, рвутся с миной, и прочее, прочее. А вот я хочу вам задать вопрос, вот, перед началом войны, было какое-то ощущение войны, что она будет? Нет, никто, об этом никто ничего не знал. Объявлена была война, это значит, она, как она, ну, незаконная. Сталин, как выразился, что война, которая, значит, нам навязали, вот, немецко-фасистские, значит, это, вот, войска. А вот, скажите, пожалуйста, какие вот из наград для вас самые дорогие? Они все одинаковые. Нет, ну, может быть, вам что-то более запомнилось из войны, что-то, какой-то момент конкретный. Знаете, я вам скажу, я скажу вам по секрету, конечно, от папаши, когда вы слушаете. Я не воевал за ордена, я не знал, что меня наградят или нет. Вот. Я выполнял то, что мне дали задания. И я их выполнял. После этого я не знал, что меня наградили, и я через несколько месяцев, значит, время я так узнавал, что я награду. И все. Вот. Так что борьбы за награды не было такой, чтобы, вот, как вы сейчас рассуждают, что вот награда, значит, это, бороли за награду. Чепуха. Нет. Никто не боролись. И я лично, я вот лично все получил, вот, допустим, около сорока у меня наград есть. И вот, может быть, побольше, не знаю. Вот. И я, и я говорю, что я не знал, я не знал. И даже и после войны мне присылали награды, и я, значит, принесу вот. А имели ли вы ранения в ходе войны? А? Ранения у вас были? Ну, под Москвой раз ранения тяжелые, второе, значит, Значит, а потом, значит, я окончил еще училище, это разведо-диерационное училище, еще училище Москвы. И меня забросили в тылу противника. И я в тылу противника вот там, около трех лет, на колесе. Вместе с партизанами, там, прочих. Да. Так что фронта такого там не было. А вообще было, как он назывался, западный. Команда Ольга. А вот были у вас, например, предательства, люди, которые предавали Родину, приходили на сторону? Ну, вот я вам расскажу один случай. Это же партизаны, это было. Пошли мы выполнять задание. Задание выполнили очень хорошо. И мы, значит, решили, ушли, возвращаясь обратно после выполнения задания. А какое задание, значит, нужно было подорвать пояс. Вот, пришел немецкий. Вшедший, да, в сторону Москвы. Только мы на Москву, в которой шли поеда, мы их уберем. И вот, значит, вот после этого, значит, после вот этого выполнения задания, мы шли, и старичек собирал грибы. Говорят, ну, говорят, вот сейчас коменданты, вот, одного города, там у нас Елена, Елена, значит, Брянская область, там, стеклозавод, Еленский стеклозавод. Вот, комендант, четыре человека, сейчас должны возвращаться в полнотарацию. Ну, мы сделали засаду. Засаду сделали, все как полагается. Я был, вот, комендант, я был. Я сделал, значит, всем задание, кто, по какой лошади, значит, по какой лошади стреляет. Ну, четыре человека, а нас было семь. Вот, значит, четыре человека, значит, стреляет, а три человека захватят, в том числе захват. Ну, и, значит, и когда, значит, появились вот эти люди, значит, фашисты, значит, во главе с комендантом, «Открыли огонь». И вот второй, значит, ускакал, значит, этот комендант, даже, очень, ускакал. Когда я стал разбираться, кто, кто должен стрелять, этого человека нет. Ну, он остался в плен, вот, ну, и я должна иметь на команду сообщить об этом сразу. В отряды, ребята пошли, и утром они уже были на месте и сообщили, что у нас предательство. Ну, отряд, конечно, на месте, которое располагалось у нас. Воружился хорошо, оборону поставил. И 1600 человек, отряд, отряд пошел сюда, на наш, вот, отряд. А отряд у нас 100 человек, было 120. И вот эти вот 120 человек, из них, вот, наша группа, другая, третья, четвертая группа были на задании. Значит, отряд был не полностью, значит, вот. Все были на задании. И вот, когда, значит, вот, командир отряда решил, что нужно их встретить только в нем. Ну, 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 ну Срибнова они над костром партизанским повесили, повесили его, сделали, значит, вислицу сделали и повесили над костром, над горящим костром и ушли. Но мы, когда пришли, мы так и не снимали его, не знали, кто его снял, как он снял, не знали, но он так и остался весячим. Вот это вот расправа, так сказать, с предателем, сами же, сами же немцы эти дела и выполнили. А вот где и как вы встречали именно этот победный день, 9 мая 1945 года? А, ну мы встретили на Эльбе, взяли Берлин, вот после Берлина мы, значит, отошли на Эльбе. На Эльбе мы встретили, значит, в День Победы, вот, а потом, а потом встреча с американцами, вот, встречаюсь с американцами, вот. Ну, вроде бы, что все нормально, но мне, что не понравилось, американская считается цивилизованным народом, понимаете, цивилизованным народом. И вот, значит, когда за столом сидят, значит, пьют виски, значит, и так, и далее, потом отдыхают, курят, и ноги кладут на стол. Понимаете, вот так вот облакотечься, и ноги на стол кладут. Я это не выдержу, и ушел я, значит, потом один американец приходит, говорит, я обращаю это внимание, вроде того, что он по-русски. Я, я, вот, у меня отвращение получило. Вот как, вот как мы встретили, значит, в День Победы, вот, это, значит, в День Победы. А вот что бы вы хотели выжелать молодежи, чтобы предотвратить войну, чтобы не было больше готовых? Как они? Ну, чтобы не было больше войны у нас. А что мы можем сделать? Ведь не все хотят войны, не все хотят войны. А войну хотят те, предатели, в виде Горбачева, Ельцина и прочее, прочее. Понимаете, вот это вот золото, которое, значит, это вот, значит, они желают только войну. Спасибо вам большое, что вы рассказали о войне. Нам очень было интересно с вами поговорить. Просто уже очень мало осталось таких героев, и нам интересно знать о вас. Ну, вот, теперь я не знаю, удовлетворены открытыми или нет. Да, спасибо вам большое. А я хотела сказать еще об американцах. Они хотели открыть второй фронт, значит, в начале, в конце третьего квартала, нет, четвертого квартала, сорок третьего года. Открыли этот второй фронт аж в июле сорок четвертого года. Когда мы были уже, мы освободили Варшаву, значит, уже шли мы прямым ходом, шли на Берлин. И вот они, а теперь лесу говорят, что это наша, вроде бы, победа, онируются. Понимаете? А когда мы, мы уже освободили все свои границы, освободили все свои границы, уже в Варшаву взяли, поперешли, и мы уже длинулись на Берлин. Вот, вот, я хотел подчеркнуть вот это вот, я, товарищ, это не сказалось, что, что хотят, ну, значит, они себе приписать победу. Ничего подобного. Это уронье, холеба, который сейчас очень нравится. У них. А скажите еще, пожалуйста, фамилию и имя, отчество ваше. Игнат, с полицейским номером. Горее под полковой. Спасибо вам большое.